А я встал в прекрасном настроении Балансировал, не знаю, раз в пять, наверное, на разных шиномонтажках Аля Улю Доброе утро, я всех приветствую У нас сегодня первый снег Джесси уже выбежал, а он не может зайти Смотрите, как получается, закрываешь просто калитку Вот, и мы отправимся сегодня Вот И мы отправимся сегодня побегаем Потренируемся Обольемся И потом будем менять, скорее всего, риждину Потому что вот так вот выглядит пространство вокруг нас Друзья, кто из вас страдает табакозависимостью? Отказывайтесь от этого Лучше утром вот так вот пробежаться Встать с хорошим настроением и побежать Вот разница между мной и братом Он сейчас лежит, ворчит Злой, недовольный жизнью Пока сигаретку пойдет не скурить А я встал в прекрасном настроении И уже на пробежечке Поэтому будете чувствовать себя намного лучше И состояние ваше внутреннее выровняется Несколько километров позади Можно, в принципе, и пять, и десять бегать Было бы время, ребят А так пока только так Здесь уже забежала домой А мы потренируемся Сделаем турник, грузья Подходов по пять Потом дальше будет обливание Первый подход делаю на максималку И сразу же перехожу После турника к брусьям Ну и следом отжимания И так пять подходов Наконец-то, Митька, табакозависимый у нас Проснулся, делает Свои подходы теперь Но он много не занимается Он придет, сделает по подходику И идет дальше домой Ленивый, Митенька, да, Митька? И бегать даже не хочет Ни в какую Но обещал мне В скором времени Пойти на прорубь со мной Не знаю, обманет Либо нет Но в Новомихайловском Я как смотрел Он по видеороликам Он там купается в речке Но в Новомихайловском Извините, меня температура Чуть-чуть получше Да, ребята, у меня просто второй канал Там в основном короткие видеошоты Так что ссылочки будут в описании Заходите Если кому интересно Про обливание смотреть Поехали Обливание Источник позитивной энергии Схожий он С алкоголем Вот такие вот, видите Лед убираем Он нам не нужен Ну, показываю один раз Делайте это ежедневно И счастья, здоровья И хорошее настроение вам гарантировано Вот такой фернё я занимаюсь Практически ежедневно Хотелось бы дойти ещё до проруби Но это когда сейчас автомат больше сделаем Кстати, Митя это делает чуть-чуть по-другому Он в душу, ледяной водой Как говорит, обливает Сейчас послушаем Ну что, друзья Вот мы уже и в гараже с Митенькой Митенька прикручивает колёса Резина у меня прошлогодняя получается Но К сожалению Придётся всё равно ехать на шиномонтажку Балансировать Так как диски старые Вот Мне посоветовали в прошлом году Купить новые диски Мы их приобрели И приобрели китайские Не помню там По-моему около 4000 что ли Один стоит Вот они, пожалуйста, стояли Поставили на летнюю резину И ребята, я вам скажу Им пришла пизда Буквально там через месяц У меня Жутко трусило колёса Просто невыносимо было ездить на машине Вот И Потом перешли мы вот на такие вот Купили литьё новое Поездили всего лишь немного Да, я прострадал Промучился С теми дисками Которые были новые Вот Балансировал, не знаю Раз в пять, наверное На разных шиномонтажках Что только не делал Ничего не помогало Постоянно Была какая-то тряска И Скорее всего, знаете Они деформировались Так как в Сочи Таксовали на этой машине Мы в Сочи И там Когда Ну По гористой местности едешь Есть Бывает Плиты лежат И наверное Деформировались Они на этих плитах Скорее всего И стали квадратными И сделать с ними Уже Ничего Нельзя Поэтому Ставим на зиму Здесь Будем ездить На старых дисках Чуть-чуть их выровняем И я думаю Все будет нормально Прекрасно Замечательно Посмотрим Ну Если кто-то Собрался покупать Новые диски Не берите штампы Китайские Уже потратили Либо Большие деньги На оригинальные штампы Ну Либо найдите Бэушные В хорошем состоянии Бывает Знаете Машинки покупают Сразу снимают Ставят на диски Люди И штампы у них Лежат новые И продают Совсем незадорого Вот Ну я пока не буду Заморачиваться Буду ездить На вот этой резине Что хотел рассказать По машине Были поменены Передние стойки Передние опорные подшипники Задние стойки Новые поставили Задние опорные подшипники Далее Перебрал Перебрали здесь Рулевую рейку Поменены внутренние Там Игольчины Подшипники Какие-то Втулки Еще Новые Я в этом Не соображаю Менял мне Мой отец Ну и надеюсь Что не будет у меня Стука Вот Поэтому Сегодня Заканчиваем Сборку Ну Рулевую Вот эту Надеваем Шлицы Друг на друга И меняем колеса И в принципе Наверное Сегодня Все А завтра Уже поедем На балансировку Сделаем Как там Развал схождения Но Поправим Чуть-чуть колеса Так как были заменены Когда перебиралась рейка Еще дополнительно И Наконечники Вот Машинка у нас По ходовью Практически новая Совсем недавно Тоже я приезжал Перед аварией Менял Шаровые Что там еще Что-то было Стойки стабилизатора Да Митя Митя Сегодня у нас Какой-то Неразговорчивый Вот Уставший Аля Улю Аля Улю Да И кстати Ребятушки Ну Коля Хотел Напомнить Про Наш С братом Парк Да Митя Расскажи По поводу Условий У нас же Там Получилось Получается Сейчас Два вида Моментальных Выплат Это Обычный Он идет С таксометра Вы можете Денежки Выводить И там Стоимость Получается Один процент Минимальная стоимость Двадцать пять Рублей Это За вывод Ну то есть Если вы даже Тысячу будете Выводить У вас Двадцать пять Рублей В любом случае Спишется И сейчас Митя вам расскажет Про Новый вид Моментальных Выводов Джамп Такси Брат Расскажи Пожалуйста Джамп Такси Качаем Устанавливаем Будем Свои данные Карточку Если Карта у вас Тиньков То там Моментальный Вывод Ноль восемь Процентов И минимальный Двадцать Рублей Пользуйтесь То есть Получается Это лучше Чем Моментальные Выводы С таксометра Так как Там Двадцать пять Рублей Минималка А здесь И один процент Если вы выводите В общем С той Вот здесь Ноль восемь Процентов Так как И если у кого Есть карта Тиньков Пожалуйста Подключайтесь Будете экономить На моментальных Выплатах У кого нету Карты Тиньков И хочет ее Оформить В ссылочке В описании Под этим видео Будет ссылочка Нажимаете И регистрируйте Карту Тиньков Она там Легко регистрируется Вводите там Фамилия Мя отчества В общем Разберетесь Кому нужно Вот Я сам пользуюсь Тиньковым Очень удобно Она там Дебетовая карта Не нужно платить Никакие проценты Ой Никак Заслуживание По моему А пожизненно Бесплатное Обслуживание Так что У кого есть желание Подключайтесь А мы Помчали работать Обратите внимание Какой потолочек Стал Чистенький Пеной Пеной Обработали На днище Железное Все я сделал Правильно Так Ну что Мы получается Поменяли Еще лампочки В обеих Фарах Здесь одна Не горела Там была Рабочая Но все равно Заменили Поставили Две новые То отложили В запас И аккумулятор Далили Жидкости За Лето Походу Немного Подиспарилось Хотя Аккумулятор Новый Практически Ему Меньше Года Ну как Новый Меньше Года Далили Жидкости Поставили На зарядку Ну на этом Завершаемся Сегодня Давайте Ребята До Завтра